Республиканский молодежный форум собрал более 200 человек со всей страны и объединил тысячи семей, которые стали участниками его проектов. Когда четыре года назад благотворительная инициатива только начиналась, было всего 17 заявок. Сейчас на конкурс поступило уже более 400 проектов, объединенных одной целью – сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Накануне летних каникул сотрудники ГАИ несут усиленную службу возле учреждения образования, проводят беседы со школьниками на уроках безопасности. Задача избежать травмирования аварийности на дорогах, особенно вблизи пешеходных зон, детских площадок и во дворах. ГАИ напоминает, с 25 мая по 5 июня водителям необходимо будет передвигаться с включенным ближним светом фар, чтобы быть заметнее за нарушение предусмотренной штрафы. 27 мая стартует централизованный экзамен по предмету на выбор для выпускников 11 классов. 30-го испытание пройдет по белорусскому или русскому языку. Кроме того, до 31 числа в Министерстве образования организована работа горячей линии по вопросам организации итоговой аттестации организации проведения ЦЭ. Бобруйский горосполком информирует о наличии свободных жилых помещений, арендного пользования. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте www.bobruysk.by. Прием заявления о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется до 31 мая включительно по адресу площадь Ленина 1, кабинеты 101-102. Во Дворце искусств прошел праздничный концерт, посвященный 50-летию детской школы искусств номер 2 имени Ловникова. Юбилейной программой с музыкой «Бьются сердца в унисон» насладились почетные гости и выпускники. На сцене блистали виртуозными выступлениями педагоги и ученики. Вечер был наполнен словами благодарности, трогательными воспоминаниями, цветами и подарками.